Привет всем! Сегодня шикарный день. Я направляюсь в банк, чтобы снять 21 тысячу долларов. Вы меня спрашивали, как обналичивать большие деньги. Сейчас я вам все расскажу. Итак, во-первых, чтобы обналичить такие деньги, у вас должны эти деньги быть на счету. Я захожу в свой онлайн-банк, это PrivatBank. Там есть функция заказать валюту. Беру, заказываю валюту. Любую сумму можно заказать. Миллион долларов, 100 тысяч долларов. Заказываешь валюту, потому что без заказа никто вам в банке валюту не сможет выдать. Заказываете валюту, выбираете дату, выбираете отделение, и эти деньги будут вас ждать в назначенное время, в назначенный день. То есть без времени просто вас будут ждать, например, в среду вы заказали. Если вы не успели снять деньги в отведенный день, эти деньги из банка увозятся, и вам уже нужно перезаказывать на следующий день. А дальше все просто. Вы приходите в отделение, даете карточку, она закрывает окошко, пересчитывает вам деньги, открывает окошко, выдает вам деньги. Кстати, там у нее есть такой список, где она вычеркивает заявки. Я вот захожу, смотрю заявки, там есть люди по 100 тысяч снимают, по 200. Я вижу, я у нее там в конце списка, вот моя там 21 тысяча, она вычеркнула все, деньги мне выдала. И все, я ухожу с деньгами. Вот такая вот пачка получилась, 21 тысяча. Тут пятерки, десятки, сотки и купюры по 50, по 10 и по 50. Итак, снял я эти деньги для того, чтобы заплатить за новый проект. Вот, вот эта вся сумма, здесь 5 тысяч долларов. Я инвестирую в новый проект. А что это за проект, я вам расскажу немного позже. Но это будет приятным для вас сюрпризом. А сейчас погнали торговать. Итак, в этом видео я хотел бы снова затронуть тему эмоций. На фоне будет моя торговля. Там все четко, все понятно. По уровням, по скальпингу. Итак, поехали. Хотел бы вам привести два примера из моей личной жизни. Это все происходило где-то год назад в Харькове. Итак, первый пример. Работал я тогда дома себе в Харькове. Торговал. Торговал тогда еще, кстати, на IQ Option. И вот звонит мне моя девушка. Говорит, вот я сейчас к тебе приду. Я говорю, отлично, приходи. Наторговал тогда я уже где-то 50 долларов. То есть 50 долларов в день. Это для меня тогда был очень-очень огромный результат. Плюс моя девушка приходит. У меня отличное настроение. Пришла девушка. Пошла там по своим делам. Я еще заработал где-то долларов 10 за это время, пока она ходила там по своим делам. И вот знаете, преисполненный таким вот восторгом, уже заработал 60 долларов в день. Я говорю, а ну иди сюда, сейчас я тебе покажу, как зарабатываются деньги. Беру и ставлю 50 долларов на одну сделку. Она вот садится рядом. Я говорю, хочешь посмотреть, как быстро за минуту можно заработать деньги? Она такая, да неужели так невозможно? Говорю, все, смотри. Тогда у меня, чтобы вы понимали, все сделки заходили. Абсолютно все заходило. Мне просто тогда очень-очень сильно, можно так сказать, везло. И я ставлю 50 долларов. Хорошая была ситуация. Тоже был скальпинг. И сделка не заходит. И вот мы сидим вот рядом. И она такая мне говорит, это что сейчас вот минус 50 баксов? Я говорю, да, но ничего страшного, говорю. Сейчас, смотри, я беру и 100 ставлю. Ставлю 100 долларов. Ну и как вы думаете, как вы догадываетесь, эта сделка не заходит. Я целый день сидел, зарабатывал эти деньги. Все четко, по стратегии. Вел себе дневничок. И за 2 минуты, за 3 минуты я спустил 150 долларов. Чтобы вы понимали, я тогда за квартиру в Харькове платил 100 долларов. Немного больше, 110 где-то долларов я платил за месяц, за квартиру, когда снимал в Харькове. И вот я лишился за 3 минуты 150 долларов. Но почему не остановиться, знаете? Почему не остановиться? Девушка мне тогда пришла и сказала, давай ищи фильм, давай заканчивай с торговлей. И я уже тогда ничего не хотел. Она уже меня начала утешать. Я уже не фильм, а вообще ничего мне не хотелось. Я тогда думал только об одном. Так, я сейчас еще раз пополню. Возьму еще там последние свои деньги, закину и отобью. Ни в коем случае такого делать не нужно. Наторговал я тебе 60 долларов. Блин, остановись. И так сколько заработал. Вот эта вот жадность меня тогда погубила. Я долго не мог отойти. Моя девушка меня утешала. Нашла там какой-то фильм. Я фильм уже не мог смотреть. Но, знаете, посмотрели фильм, немного успокоился. И на следующий день заработал так долларов 30. Потом на следующий день еще 30. Ну, короче, отбил где-то за 3 дня. То есть потеряла эти деньги за 3 минуты, а отбила их за 3 дня. Вот это для меня было таким вот уроком. Но все равно, следующая ситуация. Проснулись мы. Девушка пошла в душ. Я думаю, ну пока она в душ, я сейчас с телефона заработаю. Включаю телефон и начинаю торговать. Начинаю торговать по Мартингейлу. Ну, смотрел нормальные ситуации. Ситуации скальпинга. Ставил 1 доллар, 3 доллара, 8, 18, 40. И вот так вот шел. Отлично. Все зарабатывал. И вот пока она была в душе, там минут 10. Я заработал что-то 9 долларов. И отлично. Вот 9 долларов за 10 минут. Я просто проснулся, включил себе телефон и начал торговать. Отличное, шикарное настроение с утра у меня было. Она говорит, все, иди в душ. Я говорю, нет, подожди. Еще одну ставочку, потому что я хотел, чтобы у меня было ровно 10 баксов. Заключаю сделку, минус. Заключаю вторую, минус. Заключаю третью. 1 минус, 3, 8, 18, 40. Я слил 100 баксов. Блин, я слил опять 100 баксов за какую-то одну минуту. Нет, остановись ты. Все. Заработал 9 долларов. Блин, отлично. Что дал бы мне тот 1 доллар? Но нет, я продолжил и потерял весь депозит. И тогда я, кстати, торговал уже не по ситуации, не по скальпингу, а уже чисто в ход пошли одни эмоции. Я уже заключал просто сделки наугад. 1, 3, 8, 18. Думаю, ну блин, там пятая ступень уже точно зайдет, четвертая зайдет. Это же просто 50 на 50 должно зайти и ничего у меня не зашло. Раньше еще были у меня такие ситуации. И вот на таких ситуациях я научился, что никогда не нужно жадничать. Всех денег вы не заработаете. Заработали, ушли. Заработали, ушли. Если вы там за час у вас все отлично получается, заработали там за час 100 баксов. Это не значит, что за 3 часа вы заработаете 300. Нет, это не значит, вы можете не заработать. Вы можете потерять полностью все свои деньги за пару минут. Не делайте так никогда. Я бы вам, конечно же, посоветовал никогда так не делать, посмотреть мой опыт. Но что я вам скажу? Вы должны через это пройти. Вы должны сделать ту же самую ошибку. Только тогда вы ее поймете. Только тогда будет у вас какой-то опыт. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, это вам все по барбану. Я тоже смотрел видео. Там тоже мне советовали, как не нужно делать. Я все равно взял это и сделал. Совершил ошибку. И вот только на своем опыте я научился. Всегда нужно проходить через ошибки самому. Вот это вот мне в жизни очень-очень помогло. Благодаря тому, что я прошел через все эти ошибки, я научился. Так бы я не научился. И я всем этим ошибкам безумно благодарен. Вы можете посмотреть сотню видео, но вы все равно сделаете по-своему. И я вам советую тоже так сделать. Потому что это будет для вас самым-самым лучшим опытом. Это будет для вас самым-самым лучшим уроком и учителем. Вот такие вот были у меня ситуации. Через все проходил сам. Все на моем личном опыте. Все постигалось с кровью и потом, можно так сказать. Спасибо всем за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал. Потому что это огромная для меня мотивация делать для вас новые видео. Вот сейчас зайдите и подпишитесь. Поставьте обязательно лайки этому видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok